На Олимпийском стадионе итальянцы ничего не смогли поделать с командой Хави и партнеров. Ну а сегодня этот кубок будет окрашен либо в красно-зеленые португальские цвета, либо, можно сказать, шли к этому финалу всю свою жизнь. И ретроспектива сейчас на ваших экранах, кто и когда выигрывал кубок Анри Делане. Начинало все с победы сборной Советского Союза здесь, во Франции. Для вас специальная сюжетка, посвященная ярким личностям. После окончания его выдающейся карьеры. Вещено гораздо более серьезное. Начинает Португалия. Начинает Португалия этот финальный матч. Португалия-Франция. Гризман выдвигается на острие атаки. Здесь офсайды не было. На Олимпийский. Опасный момент. Хорошая передача из глубины пола. Можно вообще выходить в другую стадию. Гризман скидка на жиру. Удар Сисоко. Высоко от Сисоко летит мяч. Большое преимущество на первых минутах сборной Франции. Но нужно его реализовывать. Гризман! Национальный сборный титул. Может быть в последний раз Гризман! Гризман! Момент сейчас! Ему эту замечательную скидку. Сейчас Боед исполняет угловой подача. Удар головой! Другую. Но вот сейчас Кристиану лежит на газоне. Кристиану не может продолжить игру. Это драма. Это драма, друзья мои. И вот этот мотылек. Не знаю, что здесь произошло. Какие-то существуют домыслы по поводу того, что оставили зачем-то включенным свет на ночь на Стаде Франс. И это драма. Это даже не драма, это трагедия, которую мы сейчас наблюдаем в прямом эфире. Выдающийся футболист, который был в шаге от того, чтобы действительно войти в историю, как обладатель практически всех возможных для футболиста титулов. С сильной командой сборной, но командой, с которой сложно выиграть, например, чемпионат мира. Не та команда Португалии, чтобы на это претендовать. И вот в начале финала, который преподавался всеми как финал фактически Роналда против Франции. Пайет, на мой взгляд, все-таки сыграл, сыграл, ну как сказать, ну нет здесь друзей, товарищей. Но это была грубая игра в ногу. Ну мне кажется, это чисто игровой эпизод. Просто так сложились обстоятельства. Так Пайет врезался, да, в опорную ногу Роналду. А если бы это был не Роналду, в чем точно это делает прямо на Туарет? Рикардо Туарет, который уже пошел разнаться. Роналду вернулся в игру. Идем в одно касание. Можно было попробовать мячем работать. Вот чисто человеческий крыштяну жаль. Как на вскидку. Цирак оказался рыбой. Знаешь, кажется, что Роналду вообще железный человек, да. Он вроде бы соткнет из мышц. Камалюри бежит назад. Опять пять атак у Португалии. Сейчас может что-то получиться. Но они входят в штрафной опасный момент. Развернись, отдай передачу. Ковырялочка. Да, потеряшечка сейчас была даже, а не ковырялочка. Вот в шаге он довел мяч до чужой штрафной подачи Пайета. И Жеру там борется. Но это не удар был. Вяленько идет игра после травмы Криштиану Роналду. Как-то напугала, по-моему, обе команды. И расстроила болельщиков. Вяло болеет и стады Франс. Здесь португальцы даже проявляют себя как-то более активно. Ах, на этом Евро. Но это как бы и вынужденная мера была для наставника сборной Португалии. 0-0. Финальный матч. Подача опасна. Герреро мяч выбивает, но недалеко. Погба подстраивается и бьет выше ворот. Ну вот 23-й номер. Хорошо. Хорошо. Перелистываем, потому что у нас уже 58-я минута матча. Гризман удар в створ ворот. Очень здорово накрыл его. Защитник в последний момент сет. Жеро обработал мяч, укротил его, положил на газон. Это же это как-то. Нет, нет, нет. Только если праздник. Но сейчас праздник. Да, жалмарева. И если уж мы говорим о... Продолжение атаки даже скорее начало. Здорово! Нет. Обычно Гризмана из таких положений забивает. Тарской, боже мой, как он не попал в ворот. Расточку не хватило. Занужен подсказывает, спасибо ему огромное, что он Муса Сисока, а не Али Сисока. Да, это оговорка. Но не так страшно. Жеру! Он-то точно Оливье. И Руи. Четырнский мальчик. Ну а это выходит... Юля выкупила его кота. А сейчас есть кому навесить. Сейчас есть кому навесить. Но не так. Ой-ой-ой, какая передача. Сейчас была удар через себя. Сейчас мог залезать. Для всех нас серии пенальти. Момент был у сборной Португалии. Красивый момент. Аль-Юрис вырубил, да? Но Криштиану Роналду в атакующей игре. Это точно полкоманда Португалии. Удар! Удар! Какой удар! Ищи Руи. Работает в одном чемпионате. Шикарный такой плотный удар получился у Мусы с высотой. Ну, вратарем виднее. Мне кажется, приятнее. 47 лет Дешамо. Он сидит с Сиднем на своем месте и не встает. А Фернан сам постоянно в движении. Жиньяк. Жиньяк развернул. Жиньяк. Станка. Гризман. Вот это была бы сейчас развязка. Фернцы, да, Гризмана, оказаться на этом турнире всегда там, где надо. Пепе, кстати, раскрутил. Пепе раскрутил. И как же здорово. А вот, кстати, то, о чем ты говорил. Да? Вот почему над Пепе иногда как бы посмеется. Зачем он сейчас бросился мимо Жиньяка, как будто там слева ехал танк какой-то другой. А как ты думаешь, Жиньяк мог здесь покатить передачу на Гризмана, который параллельный был? Так мне кажется, это из серии, когда ты предлагал Гризману вместо удара на огромной скорости убрать на замахе. В этом тайме имел очень хороший момент, когда головой бил с линии вратарской, но не попал. В итоге 0-0. В принципе, как многие прогнозировали, действительно Голов выполняет этот стандарт. Подача. Опасный удар. И мяч проходит рядом с фартанкой, но был уже ассайд. Да, был поднят флаг, но... Это был не Жиньяк, это был Гризман на дальней... На дальнюю линию штрафной, так скажем, была подача на Погба. Погба против Рафаэля Герреро. Погба танцует с мячом. Один танец, другой в порядочке. Ну что делает Погба, ноги какие просто потрясающие. Погба сложнее. В публику не играет Кватенбург, а это очень здорово. Делом занят. Подача. Куарезме опасная. Забирай! Боже мой! Юри спасает и контратака Франции. Гризман развернулся передача на Кумана. Точная нога. Тами вот так не ходят, если... Нет, ходят. Ходят и даже бегают. Другой вопрос, у него у тебя колено не зафиксировано. Люди подошел. Тишина, тишина. Тишина, Роналду стоит на месте тренера. Роналду сейчас вышел. Подсказывает кому, как пробить. Удар! Перекладина, это серия. Это пил Рафаэль Герреро. Боже мой, Роналду сейчас чуть с ума не сошел у громки поля. Было бы очень больно. Сейчас Криштиан взлетел на 2.88. Как тогда забивал гол. И Лугалев вдохновлена. Эдер блестяще вошел в игру. Опять ставит корпус желтый у Кашини. Удар! Эдер! 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 Это гол! Это 1-0! За несколько минут до окончания финала Португалия! Португал! Португал! Это манифиг, это фантастика у Гульяриста. И посмотрите, здесь это слово выигрывает борьбу у Касини. Уходит и бьет вот так вот неотразимо. Эдер! Эдер! Португал! Вообще в технической зоне сборной Франции он нарушает вообще весь регламент. Все правила он сейчас отправляет. И смотри, даже никто не пытается, даже Дешам не пытается. Коман! Один финт, другой под левую ногу. Подача! Сильная! Туда скидка! Один финт! Опасно! Какой момент! Португалия! Чемпион Европы! Боже мой! Кто мог в этом?